добрый день уважаемые мои подписчики продолжаем наши встречи у меня на даче под минском и сегодня я по многочисленным просьбам посвящаю встречу баночному массажу я специально для вас собрал эти банки я вам хочу показать но вот эта банка и больше ста лет она выпускалась у нас в беларуси за польским часом на заводе неман гута неман березовки видите она дутая это ручная работа вот эта банка вот это советская обычная банка но которая и сейчас их еще иногда выпускает это обычная банка третья банка это пластик и четвертая банка это стекло и резина немножко из истории вот эти старые банки но хочу сказать что советское время еще выпускали банки специально для массажа они были большего немножко размера а донышко меньше потому что вот этой банкой выпускать или вот этой делать массаж баночный неудобно банки они быстро соскакивают с кожи то есть приходится все время их ставить но почему нигде в мире уже банки вот эти не используют помните как баноч процедура было поставить банки когда эту процедуру делали когда человек выздоравливал либо прос после пневмонии после перенесенного бронхита в стадии выздоровления вот для улучшения от кашляния отхода мокроты ему ставили эти банки мы видели всех такие синяками спереди и сзади таких пациентов нигде в мире сейчас этого не делают почему дело в том что выздоравливающий человек и так в крови имеет большое количество во-первых погибших бактерий там или вирусов затем экзотоксинов продуктов их выделения что они выделяют же бактерии да они живые затем погибшие свои клетки свои клетки поломанные эритроциты и на самом деле в это время наполнять организм еще поломными эритроцитами которые образуются результате этих процедур не стоит почему дело в том что когда мы создаем вакуум и наносим на тело во время вакуума эритроциты из капиллярного русла выходят соединительной ткани эритроциты могут жить столько в сосуде как только они вышли они сразу погибли как они погибли сразу организм начинает механизм их выведения поэтому действия вот этих вот процедур мне доказано сегодня в доказательной медицине не используется и считается что может может быть даже принести вред поэтому вот эти старые банки мы их отнесем в наш музей поставим для сегодня для баночного массажа мы используем с вами два вида банок вот эта банка полностью пластиковая и вот эта банка комбинированная это стекло и резина какая лучше эти банки имеют свое предназначение вот эти банки строго индивидуальное то есть они куплены как для конкретного больного совершенно недопустимо когда с одной вот такой банкой ходят к одному человеку потом ко второму к третьему используют длительно многим почему это пластик проблема обработки если мы будем после каждого человека эту банку обрабатывать со всех сторон антисептиком она быстро мутнеет что такое помутневший пластик это образование каверн в которых еще лучше садятся микроорганизмы бактерии и и чем она мутнее тем ее сложнее обработать поэтому дорогие мои вот эти банки они хорошие но это банки индивидуального пользования пациент ее купил вы научили или сами делаете и это банка должна быть для одного человека я больше люблю вот эти банки во первых это стекло его легко обработать спросите чем поверьте мне что все равно самый лучший антисептик это спирт это спирт как не борется с ним самый безвредный не вызывающий аллергии самый простой самый дешевый ваточкой со спиртом протерли и вы переходите к другому пациенту то есть вот для тех кто не медиков кто думает какую банку купить наверное для домашнего пользования я бы вам наверное посоветовал вот эту банку такого типа комбинированное стекло и резина а как пользоваться и для чего мы пользуемся банками я вам расскажу в следующем видео а